Количество павшего домашнего скота и в подтопленных регионах достигло 8200 голов. Порядка 70% общего падежа – мелкий рогатый скот. Сбор и утилизация еще продолжается, а люди начали получать компенсацию. Моя коллега Бутагос Марабаева продолжит тему. В регионах уже начали выплачивать компенсацию владельцам павших животных. В Костанайской области, к примеру, выплаты произведены за 780 голов на сумму более 113 миллионов тенге. За 753 головы скота октябинским фермерам выплатили 98 миллионов. В Карагандинской же области ущерб полностью возмещен. На западе страны на компенсацию выделено свыше 187 миллионов тенге. Выплаты начнутся в конце недели. Ну а в Атраусской и Акмолинской областях прием заявок на возмещение еще продолжается. Выплаты компенсации владельцам сельхоживотных производятся как из бюджетных средств, так и из внебюджетных источников. Однако не все фермеры успели внести в базу данных сельскохозяйственных животных молодой приплод. Он как раз начался в марте, в начале подтоплений. К примеру, у одного из хозяйств Костанайской области к тому времени уже появилась сотня телят, которых ветеринары так и не успели забирковать из-за размыва дорог. Из более тысячи голов скота у фермера Батырхана в живых осталось только 20%. Помимо техники, жилья, разрушена и вся кормовая база, а также сараи, в которых содержались животные. Финансовых возможностей восстанавливать хозяйство нет. Даже скоты, которые сейчас закупим, даже, допустим, государство нам даст деньги, нам в первую очередь сейчас надо построить дом и базу. Потому что на данный момент наши работники сами же живем в вагончике. Домой заходить, там опасно, полдома упало, полдома стоит кривое. В любой момент не знаешь, когда нам может урок. Между тем, государство поддержит агрария в пострадавших регионах. Об этом глава государства еще раз сказал сегодня во время заседания Ассамблеи народа Казахстана. В частности, будут предоставлены отсрочки уплаты процентов по кредитам и лизинговым платежам. Вместе с тем, дефицит финансирования весеннеполевых работ все еще оценивается в 1,3 трлн тенге. В связи с чем, будет выделено до 400 млрд для субсидирования процентных ставок по кредитам для финансирования посевной компании. Еще 60 млрд тенге планируют направить на удешевление привлеченных займов и гарантирование займов аграриям. Это позволит выдавать кредиты под 5% годовых на проведение посевных работ и предоставлять гарантии до 85% от суммы займа.